Жаночий портрет без редакторов, косметики и упряжения у музея фотографий и другу открылась у выстава начинающих фотографов, которые прошли в учебу в школе за кадром. Фотопроект стал для них своим особенным выпускным выпробованием. Экзаменаторы – наведывальники выставы. У их лику и наш корреспондент Евгения Кухаронак. Самые молодшие модели три годы, старейший – Амаль 50. Их эмоции захованы на фотосдымках, але каждая своим позерком говорить про уникальность жаночей природы. Больше, как 40 девчат и женщин оказались у объективе начинающих фотографов. Головная мета – показать натуральную жаночую прихожусь, якая немае у взрослых и национальных межев. Ауторы фотосдымка у ПАУ года были удельниками научного социального проекта и стали первыми выпускниками фотошколы за кадром. Мне необходимо было как-то подытожить работу всех моих студенток. Я предложила им сделать фотовыставку женского портрета, но подумала, что в Гомеле еще ни разу не было женский портрет без косметики и без фоторедакторов. Естественно, натуральная красота. Предложила девочкам, ну может попробуем, и они загорелись. И благодаря им, благодаря всем тем девушкам, которые откликнулись, у нас все это и получилось. Драча и сама Анастасия недавно была в Учанице. Проект фотошколы за кадром народился, дякуючи, адукацинные плясоцы, социальный предпринимальник. Анастасия Концевенко является выпускницей и финалистом школы социального предпринимательства. И первый поток этой школы окончил свое обучение в прошлом году. И, собственно, ее проект уже год практически работает. Анастасия – это социально значимый вопрос был в плане обучения и предоставления такой возможности молодежи, детям, взрослым из небезпечных слоев населения. То есть для таких учеников обучение бесплатное. Познайомиться с работами выпускников школы за кадром можно до 10-го жнивня. Махчима гытые имены худко станут святомыми, а по кульяны с хваляванием чакают оценки своих первых кроков у фотоиндустрии. Евгений Кухаронак, Андрей Иванов, телерадоя компания «Гомель».